Приветствую вас! Вы знаете, очень много боли чувствуется в вашем сообщении, на самом деле много разочарований, на самом деле много какого-то страха, да, много переживаний по выходу, и мне кажется, да, много тревоги, вот, и мне кажется, что это боль и обида от предательства вас способны на данный момент испортить даже самые хорошие отношения, вот, где не будет таких двусмысленных моментов, вот, потому что вы так или иначе будете человека подозревать, да, так или иначе вы будете бояться, что вас снова разочаровать, вот, и мне кажется, что поработать над обидами вашими, которые у вас есть, да, но болью, что у вас есть, было бы крайне важно, вот, чтобы вы отношения выстраивали, ну, скажем так, максимально естественно, максимально комфортно для себя. А сейчас мне кажется, что вы переживаете от болезни, вот, и отчаянно стараетесь, стремитесь компенсировать то, как вас воспринимают мужчину. В общем, обратите внимание, пожалуйста, на то, что у вас были, ну, попытки съем, суицидом, из-за мужа. И на мой взгляд, это свидетельствует о том, что в отношения вы слишком, вероятно, выкладываетесь, да, слишком прикипаетесь к человеку, вероятно, вам сложно или практически невозможно отделить себя от человека. Вот. И, соответственно, вот вы говорите, ему нужен только секс или семья, то есть, у меня такое ощущение, что вы пытаетесь, пытаетесь здесь себя, ну, обезопасить, что ли, вот через семью. И, вероятно, вы не до конца это осознаете, что сейчас вы, ну, стремитесь к этой самой безопасности. Вот. А, и это тоже неплохо, в принципе, что эта самая безопасность вас волнует. Вот. Но мне кажется, мне кажется так же, что к этой безопасности, которой вы стремитесь, да, вы стремитесь к ней самым деструктивным путем. То есть, вы, может быть, хотите, чтобы они заботились, что вы хотите, чтобы вас любили, чтобы вас, ну, уважали, ценили. Но, внешне, это выглядит, как то, что вы стараетесь угодить человеку, обесцениваете себя, принижаете, терпите какие-то вещи. И, я не думаю, что это хорошо для вас. Я не думаю, что это полезно вам. Вот. Ну, в контексте того, чтобы это все желаемо. Поэтому, мне кажется, что, в первую очередь, нужно, чтобы вы, ну, лучше осознавали, может быть, чего вам хочется и что вам нужно, да. Это первый, первый, первый такой важный момент. А второй важный момент заключается в том, чтобы вы учились правильно это реализовывать. В-третьих, чтобы в контакте с мужчинами вы были с собой, чтобы не было такого, что вы хоть хотите, там, одного, но, на самом деле, получается, другую, другую. Хочу, там, чтобы обо мне заботились, например. А ведут себя так, что меня предают. Но я не говорю о том, что вы виноваты. Прямо, что вас, значит, предали. Придавали даже, я не говорю стулья, я говорю лишь о том, только, только, что вот то, что вы описываете, да, факт того, что вы, ну, факта того, что вы описываете, в этом месте вклад и вы, понимаете, да, вот, вам важно понять, свой, свой вклад, чтобы лучше это корректировать и чтобы это можно было вам направлять, да, вот. Такая вот история, здесь. И вам это нужно учитывать, обязательно. Ага, вот. Так. В процессе уже можно будет посмотреть, что конкретно вы хотите или хотели бы под, ну, подкорректировать из этого, что вам хочется, хочется подкорректировать. Понимаете, да? Вот примерно в таком контексте, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. В целом, я бы сказал, что глобально проблема в том, что вы выстраиваете отношения, эм, как бы, колеблась от головы, вот, до эмоций. То есть у вас либо тотальная голова, либо тотальные эмоции. Но, вероятно, разобраться в этом, в том, что именно происходит в голове и что именно происходит, ну, на эмоциональном уровне, вам достаточно сложно. Вот. А получить обратную связь, да, не получается. Ну, или, там, не всегда. Получается. Вот. И, соответственно, отсюда такие вот сложности. Вот, эм, такой ответ я могу вам дать. с точки зрения, эм, психотерапии и психологии. И, конечно, эм, я, ну, хотел бы, эм, значит, чтобы вы понимали, вот, что отношения выстраивать сейчас вам, ну, наверное, не лучшая идея, потому что, у вас есть внутренние конфликты, и на данный момент они, мне кажется, достаточно острые, вот, эм, чтобы, эм, влиять на то, как вы будете себя чувствовать, как вы будете себя ощущать и так далее. Вот, и, чтобы этого не было, эм, мне кажется, имеет смысл в начале посвятить время себе, позаботиться о себе. Вот, возможно, эм, через, вот, такую заботу о себе. Вы могли бы научиться заботиться и о других людях, вот, не предавая себе, себя, не нанося себе вред, не причиняя себе негатив, скажем. Ну, скажем так. Вот, на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok